Тамара Крюкова Каждой по отдельности они вовсе не были среднячками и представляли собой полную противоположность друг друга. На физкультуре рослый крепыш Леха стоял во голове шеренги. Маленький щуплый Женька напротив замыкал ее. Физкультура была единственным предметом, с которым он был не в ладах. По всем остальным дисциплинам Женька был круглым отличником, хотя к его худосочной комплектации меньше всего подходило слово «круглый». Леха был троечником, но не круглым. Учитель физкультуры часто отличал его и ставил пятерки. Леха был не обижен силой, но не лез в драку. Степенный и неторопливый он не любил попусту мухать кулаками. Зато Женька был отъявленным задирой. Он не мог и минуты усидеть на одном месте, и то и дело нарывался на неприятности. Леха был тугодумом, однако Женькиной сообразительности с лихвой хватало на двоих. Женька был самым идейным человеком в школе. Он читал все подряд, и от этого в его голове всегда роилось множество идей. Из него так и фонтанировали разные изобретения. В общем, если бы Женьку Москвичева и Леху Потапова сложить, а потом разделить пополам. Но так как наука еще не научилась делить мальчишек, Женька и Леха были неразделимы.